Продолжение следует... После этого мы получим данные для входа в личный кабинет, которые придут на почту, указанную при регистрации. Вход в личный кабинет можно осуществить с помощью ссылки в шапке сайта, доступной с любой страницы. Для того, чтобы открыть стратегию, нам необходимо пополнить счет под названием «Кошелек» на сумму, с которой мы планируем начать работу. Минимальная сумма для открытия стратегии составляет 300 долларов. Осуществить пополнение можно в разделе «Ввод-вывод средств», «Пополнить счет» или с помощью аналогичной кнопки в шапке личного кабинета. После того, как мы пополнили счет и средства находятся на кошельке, можно приступить к самому главному – созданию стратегии. Для этого нам необходимо выбрать вкладку «Инвестиции» и нажать «Стать управляющим». Появится дополнительное окно, где нам нужно подтвердить свое намерение стать управляющим и нажать на кнопку «Еще раз». Теперь мы получили доступ в кабинет управляющего и можем создать стратегию. Нажимаем на кнопку «Создать стратегию». Перед нами появится заявка на регистрацию стратегии. Первое, что нам будет предложено выбрать – это название стратегии и периодичность распределения средств. Вы можете ввести любое название стратегии, которое считаете нужным. Периодичность распределения средств – это срок, по окончанию которого происходит распределение прибыли между инвесторами, а также расчеты начисления комиссии управляющего. По умолчанию этот период равен 1 месяцу, однако вы можете расширить его до 2, 3 или 4 месяцев. Ниже мы можем увидеть уровни оферты. Уровни оферты – это зависимость комиссии управляющего от суммы инвестирования. По умолчанию установлен только один уровень, обозначающий минимальный размер инвестиций в вашу стратегию и размер вознаграждения управляющего. Вы можете добавить еще несколько уровней оферты, понизив комиссию при достижении определенных размеров инвестиций. Такая возможность будет служить мотивацией для более крупных инвесторов при выборе управляющего. К примеру, мы можем установить уровень вознаграждения в размере 10% для суммы инвестиций свыше 5000 долларов. После этого необходимо выбрать стартовый размер капитала стратегии и минимальный уровень стоп-лосс. В качестве стартового капитала вы можете указать любую подходящую вам сумму свыше 300 долларов, которые являются минимальными для открытия стратегии. Могу заметить то, что чем выше капитал управляющего, тем охотнее инвесторы выбирают его среди прочих равных. Этот параметр сигнализирует инвесторам от мотивации управляющего к положительным результатам стратегии и его уровня ответственности за совершаемые операции. Также мы можем настроить параметр минимальный уровень стоп-лосс. Каждый инвестор нашей компании может установить специальный стоп-лосс для каждой своей инвестиции. При достижении этого уровня инвестиция будет автоматически откреплена от стратегии и переведена на счет инвестора с результатом на момент открепления. Здесь, соответственно, устанавливается минимальный показатель этого уровня для ваших инвесторов, ниже которого они не смогут его в дальнейшем установить. Эта настройка обозначает инвесторам в первую очередь уровень вашей рабочей просадки, которую вы допускаете в рамках своей стратегии и управления рисками. Для того, чтобы при таких рабочих просадках инвесторы ошибочно не покидали стратегию, вы устанавливаете соответствующий уровень. Далее нам необходимо выбрать тип счета. С типами счетов и их особенностями вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе «Трейдинг» – «Условия торговли». Вы можете выбрать любой из представленных типов счетов. Обратите внимание, что минимальный депозин и торговленный ESN в счете на порядок выше других счетов, а счет Robotics является центовым. После выбора типа счета мы видим опцию под названием «Сделать стратегию интервальной». По умолчанию прикрепление и открепление инвесторов происходит ежедневно, однако мы можем установить данную галочку и сделать стратегию интервальной. В интервальной стратегии подключение новых инвесторов происходит ежедневно, а открепление существующих будет происходить только раз в неделю – в субботу. Ниже мы можем указать способ связи с нами и описание стратегии. Не стоит игнорировать эти два важных поля, поскольку для большинства инвесторов они являются ключевыми при принятии решения. Управляющий, не предоставивший контактные данные и описание стратегии, вызовет подозрения у инвесторов. Старайтесь максимально детально описать свою работу и всегда поддерживайте связь с инвесторами. Последним параметром является возможность сотрудничества с вами партнеров компании. В случае, если данная галочка установлена, вы будете поощрять партнеров компании и привлекать инвесторов именно в вашу стратегию, выплачивая указанную ниже часть от своей комиссии управляющего, но только по инвесторам, которых привлек данный партнер. Если галочка не установлена, вы не будете мотивировать партнеров и выплачивать им часть своей комиссии за привлечение инвесторов. Конечно же, партнеры среди прочих равных выберут стратегию, у которой показатели данного вознаграждения выше и станут привлекать инвесторов туда. После того, как вы заполнили заявку, необходимо нажать на кнопку «Отправить». Заявка будет рассмотрена в течение суток. После ее рассмотрения соответствующее уведомление поступит вам на почту. Вы можете увидеть свою стратегию в разделе «Инвестиции» «Управляющий». На этом процесс создания стратегии закончен. В случае возникновения вопросов, вы всегда можете обратиться в департамент технической поддержки нашей компании и получить квалифицированный ответ. Желаю вам успехов в торговле!